В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. В эфире началась массовая обрезка деревьев. Попытка номер два. Процесс над блогерами-вымогателями все-таки стартовал. Отыщут где бы ты ни был. Судебные приставы ищут злостных должников на парковках торговых центров. Провести предварительное голосование на самом высоком уровне. Такую задачу поставила «Единая Россия». Ожидается, что 22 мая проголосовать за будущих кандидатов от партии на выборах в Государственную и Губернскую думы придут не меньше 10% избирателей региона. В списках претендентов на участие в выборах от «Единой России» в Нижнюю палату Федерального собрания 35 кандидатов по одномандатным округам и 22 по единому избирательному округу. 95 кандидатов будут бороться на праймере за право представлять своих избирателей в региональном парламенте по одномандатным округам и больше 100 человек по партийным спискам. На избирательных участках постараются создать условия, максимально удобные для людей. В ближайшее время опубликуют списки адресов, где будут расположены пункты для предварительного голосования. Организацию «Праймерис» единороссы обсудили на конференции Самарского рекотделения. Планировалось, что делегаты выберут и секретаря партии в Самарской области. Но эти выборы было решено перенести на июнь. Праймерис придумал, если так это слово можно применить, для того, чтобы партия начала свою работу конкретную с избирателем, объяснять человеку, с чем идет партия, какие задачи ставят. Планировалось намного раньше, чем другие партии. Началась очень активная работа и после «Праймериса» эта работа продолжается. Главная цель, которую мы перед собой ставим, это провести день предварительного голосования на высоком уровне. Для этого необходимо прийти на пункты голосования и обеспечить явку максимальную. Если мы на предварительном голосовании сумеем обеспечить явку 10% от всех избирателей, то, конечно же, в сентябре месяце эта небольшая мобилизация даст нам колоссальный прирост по работе. Репортаж с региональной конференции «Единая Россия» мы покажем в наших следующих выпусках. Теперь у них есть что-то свое, а не общее. Свой дом обрели сегодня три сироты. В Самаре реализуется программа по обеспечению жильем детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году ключи от квартир получат 127 человек. Одной из первых к новоселам в гости пришла Марина Матвейшина. Ключики не золотые, но тоже приносящие счастье. Марсамара торжественно вручает их будущим новоселам. Анна Баринова ждала этого момента три года. И дрожащими от счастья руками открывает дверь в свой дом, как в новую жизнь. Особенно радуется сын Данила. Дороганка меня будет вставить вот здесь. Так. Камышка с игрушками, его не зима. До этого Анна с мужем и ребенком ютились в маленькой квартире у бабушки. Теперь же можно смело подумать и об увеличении семьи. Планируем, может быть, в будущем второго ребенка. Ключи от квартир по программе обеспечения жильем детей-сирот сегодня получили три человека. Ребята заселяются в новый дом на улице Лысвинская. Это однокомнатная квартира площадью 40 квадратных метров. Полностью отремонтирована под чистовую отделку. В каждой квартире есть лоджии, газовый котел, счетчики и сантехника. Программа реализуется, несмотря на экономические трудности. Здесь огромную роль в реализации программы играет губернатор Николай Иванович Меркушкин. Я считаю, что это хороший такой старт в жизни. И вот мы поздоровали ребят, говорили о том, что это не последняя квартира в их семьях. Главное, хорошо нужно работать, нужно трудиться, получать образование. До конца месяца новоселье отметят еще 16 семей. Всего в этом году жилье получит 127 детей-сирот. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События. Оружие против экологических террористов. В Самаре продолжается война с незаконными свалками. Их число за последние годы сократилось, но нарушителей все же немало. Что грозит тем, кто кидает мусор, где попало, знает Сергей Кизоркин. Кировский район Самары. Лесная зона дубки – излюбленное место экологических хулиганов. Здесь регулярно появляются спонтанные свалки бытового и строительного мусора. И на этот раз городские экологи обнаружили на нескольких сотках то, что по всем нормам и правилам должно быть захоронено на специальном полигоне. Когда нарушителей находят, на свалке стоит видеорегистратор. Им грозят штрафы. Ферме 250 тысяч рублей, частнику – 2 тысячи. Вывозить мусор на спецполигон должен владелец земли. Мы работаем в взаимодействии с полицией. У нас есть телефоны контактов по каждому району. То есть в случае неадекватности правонарушителя, в принципе, почти всегда оперативно сотрудники полиции реагируют и оказывают нам содействие, помощь для того, чтобы установить этого правонарушителя на месте. Пять лет назад в Самаре было 350 несанкционированных свалок. На их ликвидацию городской бюджет потратил несколько десятков миллионов рублей. Однако нарушителей по-прежнему хватает. И сейчас нужно привести в порядок 70 участков. Так, в Кировском районе только с начала года инспекторы лесного контроля выявили пять незаконных свалок. Три уже ликвидировали, теперь взялись за четвертую. Отвал грунта в овраг – это, естественно, является нарушением. Мы будем держать на контроле этот вопрос. И, естественно, будем ждать, то есть даем определенный срок, максимум недели, для устранения этих замечаний. Нарушитель экологического равновесия Андрей Карпюк. Молодой человек арендовал участок вдоль дороги, решил его обустроить. Однако не успел вовремя вывести на официальную свалку строительный мусор. От административного взыскания арендатор спасло решение в кратчайшие сроки устранить экологические ошибки, не доводя дело до суда. В ходе планирования земли и грунта нами были допущены некоторые нарушения и недостатки, которые были выявлены Департаментом экологии городского округа Самары при представителе. В ближайшее время обезуемся устранить данные недочеты и в дальнейшем не допускать. У арендатора Андрея Карпюка четыре пути решения экологической проблемы. Это специальные полигоны на окраине Самары. Центральный, Восточный и два в Преображенке. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Генеральная уборка города, которая стартовала в начале апреля и продлится до конца месяца, должна не только привести в порядок улицы и дворы. Не менее важно сделать красивыми и безопасными деревья. Топор и бензопила делают свою работу во всех районах Самары. Управляющие компании проводят санитарную обрезку. А те деревья, что отжили свой век, убирают совсем. Олег Зверев поинтересовался, какие насаждения отправляют в утиль. Старое дерево теряет ветку за веткой, чтобы в итоге оно стало не просто красивым, но и безопасным. За месяц генеральной уборки управляющие компании должны привести в порядок все свои зеленые насаждения. Возле этого дома дерево настолько разрослось, что доставляло людям одни неприятности. Ну, в окно прямо стучало, стучали ветки, особенно когда ветер сильный был. Стучали, и была даже возможность, что могли повредить стекло. Старые деревья – это проблема для всех районов Самары. В прежние времена в городе высаживали малоценные породы деревьев – тополь, карагач, американский клён. По мере роста они захламляли территорию, которую теперь необходимо расчищать. Аварийные деревья спиливают, а те, которые стоят крепко, приводят в порядок. В период апрельского месячника работа проводится в усиленном режиме. Сейчас мы подходим к финальному этапу уже месячника. В ближайшую субботу состоится общегородской субботник. Каждая управляющая организация в разрезе своего жилищного фонда сама определяет, какие, ну, совместно с районными администрациями определяет, какие деревья требуют обрезки. Управляющие компании реагируют на сигналы жителей, но в основном сами оценивают состояние зеленых насаждений. В этом районе обрезано более ста деревьев, 20 ликвидировали под корень. Первые очередные, вот как вы сейчас видите, вот на этом даже доме, это те, которые представляют угрозу для пешеходов, там, где ходят люди, там, где большое скопление людей. В вторую очередь смотрим дворовую часть, там, где также люди выходят из подъезда, там, где детские площадки. Цель – на ближайшую перспективу привести в порядок все деревья в городе, постепенно заменяя старые насаженцы более ценных пород. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Сколковские технологии приходят на службу самарцам. Жители многоквартирного дома по улице Советской армии получили в подарок уникальный домофон. Всю эту часть программы «Безопасный город», которая реализуется в Самаре на условиях государственно-частного партнерства. Чего от нее ждут в итоге, расскажет Инесса Панченко. С виду обычный домофон. На самом деле умная комплексная система. Она разработана на основе технологий Сколково. Электронный замок для входа в подъезд выполняет функцию видеонаблюдения. Под зорким оком камеры – дворовая территория, гуляющие дети и припаркованные автомобили. Архив видеозаписей доступен полицейским. С помощью кнопок домофона любой житель сможет связаться с сотрудником единой диспетчерской службы 112. В случае возникновения экстренной ситуации домофон оповестит об этом жителей. В случае возникновения какой-то экстренной ситуации, пожар, утечка газа, либо что-то еще техногенного характера, диспетчер МЧС со своего места может начать эвакуацию людей. Может эвакуировать как одну квартиру, как один подъезд, дом или целый район. Домофон при входе в подъезд также сообщает жильцам о предстоящем ремонте, уборке снега или другом мероприятии. Пилотный проект реализуется по соглашению инвестора и управляющей компании под контролем муниципальной власти. Администрация городского округа здесь не несет никаких затрат с точки зрения бюджетных. Все это делается за счет средств инвестора. Жильцам платить больше не придется, если они используют только систему домофона. По результатам пилотного проекта администрация Самары будет решать вопрос о дальнейшем развитии в городе аналогичной системы безопасности. В целом гибридный комплекс «Безопасный город» будет решать технические задачи городского хозяйства – управлять энергоресурсами, транспортом и ЖКХ. Инесса Панченко, Алексей Золотенков. События. А теперь коротко о других темах дня. В Тольятти сотрудники областного управления ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в изготовлении амфетамина. Он производил наркотик на съемных квартирах, который периодически менял. Ингредиенты для производства зелья заказывал через интернет. Во время обыска у мужчины было обнаружено более 20 граммов готового наркотика. Уголовное дело возбудили по статье незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере. У Новосадовой к июню появится дорога-дублер. Ее откроют на участке от Академика Платонова до Советской Армии. Сейчас там проводится капитальный ремонт. В будущем планируют строительство еще четырех дублеров. Также обустроят дорогу от проспекта Масленников до Николая Панова. Часть старых газонов пустят под устройство велодорожек и тротуаров с плиточным покрытием. Будут отремонтированные лестницы на разных участках, асфальтобетонные тротуары, дорожное покрытие, ограждение дорог. С начала лета саратовские авиалинии начнут перелеты из Самары до Минеральных вод. Рейсы будут отправляться каждое воскресенье вплоть до 23 октября включительно. Время в пути 2,5 часа. Предусмотрены льготы для молодежи до 24 лет, пенсионеров и детей. Стоимость билета по социальному тарифу составит 3500 рублей. Для детей до 12 лет предусмотрена скидка в 50%. С 3 мая тарифы на проезд в пригородных поездах повысятся на 10%. Так, проезд в направлениях от Мирной до Самары, от Самары до Конструкторской и до Зубчининовки составит чуть менее 20 рублей. В среднем стоимость 10 километров пути составит 12 рублей. Для детей – 5 рублей. Самарцы смогут принять участие в шествии бессмертного полка. В день Великой Победы 9 мая каждый может почтить память героев минувшей войны. Для этого нужно изготовить портрет участника в формате А3 или А2, поместив фотографию на плотную основу. Построение бессмертного полка будет происходить 9 мая с 9 до 10 часов на улице Молдогвардейская от Некрасовской до Ленинградской. Уйти под домашний арест не удалось. Меру пресечения трем блогерам оставили прежние. В Самарском районном суде стартовал процесс над Дмитрием Бегуном, Натальей Мироновой и Олегом Иванцом. Последние свои вины не признает. Напомним, всех троих обвиняют в вымогательстве 3 миллионов рублей у бизнесмена Сергея Шатила. Репортаж из зала суда. Все подсудимые спокойны и время от времени даже улыбаются. Дмитрий Бегун и Наталья Миронова свою вину признают и готовы сотрудничать со следствием. Олег Иванец по-прежнему утверждает, к вымогательству не имеет отношения, говорит, никаких денег не получал. Это называется соучастие. В данном случае имела место та же самая вещь. Поскольку все переговоры велись только с Иванцом, он давал согласие, даже телефоны включались на громкую связь. Все это изъято, осмотрено, видеозаписи, аудиозаписи. Все говорилось с открытым текстом, никто ничего не скрывал. Все обговорилось. И суммы, и деньги, и кому сколько. На предварительном слушании подсудимые и их защита ходатайствовали об изменении меры пресечения. Напомним, с октября прошлого года все трое находятся в СИЗО. Ну что ж мы такие, мы рецидивисты, что ли, какие страшные. У нас дети там маленькие, только где же нас отпустите. У всех троих подсудимых по двое детей, есть и несовершеннолетние. Тем не менее, суд посчитал, менять меру пресечения нельзя, так как, находясь на свободе подсудимые, могут повлиять на ход судебного следствия, либо скрыться. Кроме того, сыграла роль и тяжесть совершенного преступления. Блогеров обвиняют в вымогательстве крупной суммы денег у бизнесмена Сергея Шатила. Они просили у него денежные средства в сумме трех миллионов рублей за удаление из сети интернет сведений, которые, сведений о результатах налоговых проверок и проверок органов внутренних дел в отношении современной медицинской технологии, а также за они размещение в дальнейшем иных сведений о финансово-хозяйственной деятельности данной организации, в том числе и сведения, не соответствующие действительности, о обналичивании денежных средств о современной медицинской технологии. В отношении Сергея Шатила также возбуждали уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов». Но позже все долги им были погашены, следствия прекратили. Бегуну Иванцу и Мироновой грозит до 15 лет лишения свободы. Срок содержания подстражей им продлили до 29 июля. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События. Большая парковка возле одного из торговых центров стала сегодня местом для охоты на должников. Первый ряд с приложением «Мобильный розыск» провели судебные приставы сотрудники ГИБДД. Программу для планшетов и смартфонов разработала федеральная служба. Она позволяет просканировать номер машины и зайти в единую базу данных, в которой хранится информация о долгах. Несколько автомобилей оказались под особым наблюдением. Их владельцы числятся в списке штрафников и неплательщиков. Долги за неоплаченные штрафы ГИБДД можно оплатить прямо на месте с помощью специальных квитанций. К тем, у кого задолженность превысила 10 тысяч рублей, применяются особые меры. Если у нас выявлен должник, у которого сумма задолженности составляет свыше 10 тысяч рублей, мы его предупреждаем в письменном виде о том, что у него есть задолженность свыше 10 тысяч рублей. Если он отказывается оплачивать данную сумму, то судебный пристав праве временно ограничить в пользовании в управлении транспортным средством. Символ памяти. Сегодня по всей России волонтеры начали раздавать георгиевские ленты. Этой традиции уже больше 10 лет. Первую такую акцию провели в 2005 году к 60-летию Победы. В Самаре ленты раздавали на центральных площадках районов. Символ Победы повязала и Валерия Макарова. Акция «Георгиевская ленточка» стартует сегодня в Самаре во всех 9 районах. Волонтеры раздадут 5000 георгиевских ленточек. Расскажут самарцам об истории этого символа и о том, как его правильно крепить. Даниил, расскажите нам и нашим зрителям, как правильно ленточка крепится. Например, можно ее просто буквкой «В» сложить, крепим на левую сторону на лацкан пиджака, как бы это ближе к сердцу. Георгиевская лента появилась в 18 веке вместе с орденом Святого Георгия, высшей воинской наградой. По цветам она соответствует ленте к медали за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Сегодня она стала символом памяти. Наверное, почти каждую семью коснулась эта беда. И тоже дедушка прошел всю войну. Есть фотографии. Хорошо, что есть такой символ, что каждый может носить, гордиться, помнить, объяснить своим детям. Сегодня в разных уголках города более сотни волонтеров предлагают самарцам повязать георгиевскую ленту. 22 апреля – это единый день старта данной акции во всех регионах страны. Ленточки будут раздаваться на всех ключевых праздничных мероприятиях, проходящих на территории города Самары. Всего до 9 мая волонтеры раздадут более 35 тысяч лент. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События. Самое важное событие в системе образования региона названо имя Учителя года Самарской области 2016. Им стала Анжелика Зимина, преподаватель русского языка и литературы из Сызранской школы. Церемония проходила в зале областной филармонии. В этом году мероприятие проходило в особо торжественной обстановке. В Самаре принимать всероссийский конкурс важно, чтобы мы могли достойно представить регион не только в организации торжеств, но и в достижениях в педагогике. Олег Зверев продолжит тему. Дипломы, сувениры и суперприз автомобиль. Звездный час – это когда понимаешь, что за тебя радуется все педагогическое сообщество региона. Анжелика Зимина, преподаватель русского языка и литературы из Сызранской школы, стала Учителем года Самарской области 2016. По словам победительницы, сегодня в регионе созданы все условия для того, чтобы проявить себя. Поддержка учителя на всех уровнях. Это и премии губернатора за долгосрочные воспитательные проекты. Это и приоритетный национальный проект образования. В этом году, в сентябре, заключительный этап всероссийского конкурса «Учитель года России» пройдет в Самаре. Такое право дала победа нашего земляка Сергея Кочерешко. Сегодня он в числе приглашенных на сцене филармонии. 85 педагогов со всей страны привезут свои наработки. У самарских педагогов достижений не меньше, чем где-либо в стране. Нынешний конкурс показал это в полной мере. На самом деле мы накопили большой и очень, может быть, значимый и очень важный для всего общества, всего государства опыт. То, что мы все последние 4 года в призерах, даже уже 5 лет практически, то ту задачу, которую мы ставим перед областью, быть как минимум в первой пятерке, максимум в первой тройке, а поддельным направлением быть абсолютными лидерами в стране, лидерами в стране в образовательной системе, мы эту задачу уже почти решили. Для Самары особенно важно быть лидером в сфере образования. В этом году состоится первый набор «Центр одаренных детей». И мастерство учителя пригодится. В конкурсе приняли участие 800 педагогов Самарской области. Причем из 21 участника областного этапа четверо учителя в возрасте до 30 лет. В итоге определилась пятерка лидеров. И вот самый ответственный момент – вручение награды победителю. Сама Анжелика Игоревна со сцены говорит всем слова благодарности за поддержку. Конкурс, безусловно, это ступенька, ведущая к профессиональному Олимпу. И я сочту за честь представлять Самарскую область на всероссийском конкурсе «Учитель года России». Организатор конкурса – областное министерство образования и науки. И особые слова благодарности звучали в адрес заместителя министра Надежды Колесниковой. Губернатор высказал пожелание, чтобы такие люди представляли регион на федеральном уровне. В ближайшие 10 лет государство выделит на модернизацию образования 3 триллиона рублей. Сколько из этого будет вложено в школы Самарской области, зависит от того, как будут отстаиваться позиции региона в Москве. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, События. Более 50 тысяч гостей и болельщиков должны приехать в Самару на игры чемпионата мира по футболу. Хватит ли для них мест в самолетах, автобусах и поездах? Вопросы развития логистики обсудили депутаты Самарской губернской думы. По предварительным оценкам, проблем возникнуть не должно. Тем более, что при федеральной программе модернизирован аэропорт Курумыч. К воздушным воротам построят и новую автодорогу, которая обеспечит быстрый проезд до стадиона. Немало внимания парламентарии уделили ремонту городских магистралей. Масштабную реконструкцию московского шоссе планируют завершить в декабре следующего года. Предстоит построить и новые дороги в районе стадиона. Поменять придется и рельсы. К стадиону проложат новую ветку трамвайных путей. Уже имеющиеся будут ремонтировать. Проблем с поездками по Самаре даже в дни матчей возникнуть не должно. Парк общественного транспорта обновляют, а к чемпионату его планируют пополнить трехсекционными трамваями. Одновременно с ремонтом дорог будут проработаны вопросы по оформлению въездных групп в город. Также комплекс нам будет приводиться в порядок. Все фасады зданий, это и многоквартирные дома, и объекты культурного наследия, которые расположены также по всем маршрутам. А сейчас время новостей спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите «Самарские новости спорта». В Самаре стартовал боксерский турнир «Второй мемориал» тренера Василия Тыщенко. Соревнования проходят в двух номинациях – студенты до 18 лет и взрослые до ветеранов. То есть боксеры старше 40 на ринг не выйдут. Однако очередь в квадрат выстроилась приличная – 150 бойцов. От разрядников до мастеров спорта. Для некоторых этот турнир – путевка в большой спорт. Шереметьев дважды выиграл у нас турнир класса А в Тольятти, Семизорова. Там выполнил мастер спорта. Шереметьев выполнил мастер спорта на Шишовском турнире. Он занял первое место. Пекарский и Шереметьев, они выступали на первенстве России. Один бой Шереметьев выиграл, Пекарский в равном бою проиграл. Василий Тыщенко боксеры помнят, как уникального тренера и веселого человека. На занятия мастер приходил всегда с отличным настроением и передавал его своим ученикам. Если у спортсмена не получался какой-то боксерский прием, Василий Иосифович применял против него коронный прием с элементом юмора. У него, знаете, какая была шутка. Он вставал на руки и сделал ласточку такую, руки, ноги вперед, представляете? Нормальный гимнаст не каждый сделает. Вот когда ты научишься, тогда ты будешь настоящим мастером. Тренер Тыщенко любил и пропагандировал силовой бокс. То есть учил своих подопечных заканчивать бой эффектно, нокдауном, а лучше нокаутом соперника. Нынешние самарские боксеры предпочитают технические поединки, выигрывать по сумме набранных баллов за точные удары. Хотя и среди них встречаются нокаутеры. Раньше, если можно было бы рубиться, перерубать соперника, сейчас в основном работают на баллы, работают, двигаются больше. Я как бы больше сам, ну, люблю подраться, порубиться. Нравится мне такой большой бокс, более контактный. В первую очередь, да, для себя посмотреть, на что я способен. Каждый год выступаю. Победителем мемориала Тыщенко определятся в воскресенье в Самарском строительном техникуме. В полдень вход свободный. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова